Вот если увидите этот слайд, который называется «Знакомимся», напишите, пожалуйста, плюс два. Все круто, хорошо. Так, тогда поехали. Меня зовут Светлана Мухина, я работаю в agile практике Luxoft. Кто-то, возможно, слышит это уже не первый раз, но все равно прибывают новые участники и меня просят рассказать немножко о себе. Я работаю на позиции agile коуча уже три года, занимаюсь трансформациями процессов на проектах, много выступаю на конференциях и также активно занимаюсь исследованиями темы фасилитации и коучинга. Сегодняшний вебинар, мы поговорим о разных аспектах фасилитации. Я попробовала собрать их все вместе, вот используя такую модель компаса-фасилитатора. То есть я сама придумала на основе своего опыта, и мы пройдемся по разным этим аспектам. И также я отвечу на те вопросы, которые были заявлены в письме и в анонсе вебинара. Если какие-то будут у вас возникать, пишут, что только видно два экрана сразу. Ага, наверное, это не очень хорошо, потому что тогда у меня будет запись тоже с двумя экранами. Сейчас я попробую это исправить. Так, так. А скажите, а как сейчас? Видно один экран с компасом-фасилитатора или все равно два? Один. Прекрасно. Потому что да, когда два экрана видно, у меня потом запись странного размера получается. Итак, если будут еще какие-то организационные вопросы, пишите их в чат. Я попробую на них реагировать, как сейчас. Если будут вопросы по фасилитации, тоже пишите в чат. Тоже буду на них отвечать по ходу дела. Запись будет вебинара, как обычно. Я ее рассылаю в течение недели участникам. Презентацию тоже рассылаю. И отвечаю на вопросы в письмах, если кто-то мне их пишет в письме. Итак, то есть на компасе фасилитатора, вот почему я вообще придумала так сделать, я стала размышлять о том, какие аспекты включают в себя фасилитация. То есть когда я работаю с группой, на что я обращаю внимание? Я обращаю внимание на то, что я делаю. Я обращаю внимание на то, какая я в этот момент. То есть это может быть, что я чувствую или мое эмоциональное какое-то состояние. То есть какая я? Я также обращаю внимание на саму группу и обращаю внимание на тех людей, которые заказали эту встречу. Это на самом деле могут быть участники группы, спонсоры группы. Это могут быть одни и те же люди. А могут быть разные люди. Например, если к вам пришел менеджер и попросил вас организовать встречу. Да, тут продолжают спрашивать вопросы. Презентация, видео, запись, все будет. Значит, продолжаю разговор про спонсоров. Бывает так, что к вам приходит менеджер и говорит, организуй, пожалуйста, какую-то встречу с ребятами. Заказчик не совсем доволен результатами прошлого спринта. Ну, надо что-то, надо как-то это обсудить, надо что-то с этим сделать. И вы так, да не вопрос, конечно, и побежали это делать. Хотя на самом деле со спонсоров, мы поговорим об этом чуть позже в вебинаре, нужно собрать запросы. То есть, что человек бы хотел получить после этой встречи. Соответственно, если вы сами являетесь менеджером и организуете встречу со своими коллегами, со своими подчиненными, то тоже хорошо себе задать вопросы. То есть, для чего вам нужна эта встреча. И когда вы начнете фасилитацию, когда вы будете фасилитировать группу, тоже вы свое внимание можете на каждый из этих сегментов отправлять. То есть, вы как компасом владеете своим вниманием. Стрелка – это вот ваше внимание в компасе. И вы можете больше обратить внимание на группу. А может быть, на то, каково вам сейчас с этой группой. А может быть, на то, что вы делаете с группой. И вот давайте подробнее эти рассмотрим аспекты. Значит, личные компетенции. Что помогает фасилитатору? Да, и, кстати, основная же цель этого вебинара, то, что я часто забываю, это рекламная кампания тренинга Agile Team Facilitation сертификационного. Но так как мне сложно просто давать рекламу, я считаю, что это не совсем корректно. Поэтому я буду периодически про это забывать. Периодически буду про это вспоминать. Что вот эти все аспекты рассматриваются на тренинге Agile Team Facilitation. И мы их практикуем, эти аспекты, что немаловажно. Значит, идем дальше. Личные компетенции. Делать. Что нужно уметь делать фасилитатору на встречах? Делать нужно уметь техники. Их нужно знать. У меня было достаточно большое количество вебинаров на тему техник. Можете посмотреть их у меня в LinkedIn, на YouTube. С подробным описанием этих техник, с подробными рассказами про каждую из этих техник. То есть тут такой обзорный вебинар. Я говорю, что есть различные техники. Например, есть техника «6 думающих шляп». Когда мы просим участников надевать различные шляпы и в зависимости от этого обсуждать какой-то вопрос с разных сторон. Или мы можем использовать римское голосование. Скорее всего, вы с ним все знакомы. То есть за что-то за палец вверх, за что-то против палец вниз. Нейтрально воздержались палец посередине. Можно использовать технику Волта Диснея креативного мышления. То есть для того, чтобы критик никогда не встречался напрямую с мечтателем, а все происходило через реалиста. Она тоже любопытна и может способствовать креативному решению группы. Креативному созданию различных решений группы. Можно использовать графическую фасилитацию. То есть рисовать. То есть фасилитатор может зарисовывать то, что говорит группа, как-то визуализируя общие идеи, которые группа предлагает. Можно использовать различные чекины. То есть нам нужно, допустим, сделать какой-то срез эмоционального состояния группы и понять, как сейчас коллеги себя чувствуют. И поэтому их можно предложить свое состояние в одну из колонок внести. Либо это мат, я злой, либо я сэт, мне грустно, либо я рад. И тоже обсудить с группой, почему так сейчас происходит. То есть это аспект делания. Что фасилитатор делает? Он может собирать фидбэк, используя различные модели сбора фидбэка. Например, coin-модель. Может использовать различные тулы, которые помогают ему работать с группой. Вот сейчас я в последнее время активно использую тул, которого здесь нет, но который называется questions backlog, backlog-вопросов, если вы ведете тренинг или ведете какое-то совещание с коллегами или участвуете в нем, возникают какие-то вопросы по теме разговора. Например, вы обсуждаете какую-то, может быть, функциональность, может быть, вообще новый проект. И вы про это говорите, возникают вопросы, и бывает так, что кому-то вопрос интересен в группе, а кому-то вообще не интересен. И вы, как фасилитатор, можете попросить группу сперва все вопросы записать, или если они будут возникать, то по ходу их записывать и вешать на флипчарт, который вы можете назвать questions backlog. Далее, вы даете во время совещания, например, если оно длится 2 часа, 15 минут для того, чтобы группа подошла к этому флипчарту, посмотрела все вопросы, сделала их приоритизацию и принесла вам вопрос для ответа или принесла себе как группе вопрос, на который они будут обсуждать, например, следующие 10 или 15 минут. То есть смысл в том, чтобы не распылять внимание на различные вопросы, которые интересны только индивидуальным участникам, а сфокусироваться на тех вопросах, за которых проголосовало большинство. Вот с помощью такого флипчарта, который называется backlog вопросов, можно управлять потоком вопросов в совещании. То есть, еще раз, возвращаясь к этому слайду, фасилитатору важно знать различные техники. То есть детали техники, есть огромное количество их описанное на линкедине, огромное количество описанное на слайдшаре, там, где у меня презентации. Ниже я дам ссылки. На тренинге мы практикуем эти техники, мы их используем, мы обсуждаем различные какие-то моменты с ними связанные. Например, вот то, что касается римского голосования. Я вот зачастую вижу, вот какая-то группа проголосовала за какое-то решение, ну, допустим, кто-то проголосовал так, что палец вверх, кто-то проголосовал палец вниз, согласен, не согласен. Есть вот эти ребята, которые нейтральны, и на них не обращает внимания фасилитатор или ведущий митинга, менеджер, техлиц, кромастер. Хотя, по мне, это вот самая большая область риска и самая, ну, как потенциально возможная, ну, какая-то интересная работа с группой. То есть с этими все понятно, кто за, кто против. Они приняли решение. А почему эти люди нейтральны? Это значит, они завтра увольняются, ну, что им все равно, что будет с группой. Или им не хватает информации, чтобы принять решение. Их можно спросить. Коллеги, скажите, почему вы вот в этом решении держите нейтралитет? Если вам не хватает информации, то какой, чтобы вас склонить к голосованию за это решение или к голосованию против этого решения? То есть вот такие маленькие нюансы мы обсуждаем на тренинге. И я обращаю внимание на то, что, например, происходит в данный момент с группой. Например, кто-то вошел и присоединился к группе, новый участник. Вот как его вводить тоже в группу? То есть на тренинге не просто техники, а так, как это работает в контексте групповой работы. Мы обсуждаем и мы практикуем. Значит, далее. Что еще важно делать фасилитатору на встречах? Важно уметь составлять структуру встречи. То есть вот вы посмотрели, у вас есть техники. Например, вы знаете там 10, 20, 30 техник. Прекрасно. Но для того, чтобы их как-то использовать во время встречи, вам нужно их составить в определенном порядке, чтобы вы понимали, что у вас сначала вы информацию собираете, а потом, например, вы информацию обсуждаете, а потом вы принимаете какие-то решения по информации, валидируете, например, а потом принимаете решения. Есть разные способы создания структуры встречи. То есть это может быть вот такая простенькая структура, когда вы, сейчас, извиняюсь, перелистнула. Так, когда вы просто чем-то открываете встречу, какой-то интродакшн или вормап или ледокол, потом какой-то идет сбор мнений, потом этот сбор мнений визуализируется при помощи скрининга матрицы и, опять же, все описание тулов есть у меня в других вебинарах, здесь обзорный вебинар, поэтому я не ухожу в детали конкретных техник. Вот, и вы закрываете как бы эту технику принятием решений и экшн-айтемами, записываете экшн-айтемы. Вы можете создавать для проведения встреч фасилитационные гайды. Вы пишете здесь пункт агенды, например, что вам нужно познакомить участников друг с другом. Какой-то интродакшн не только вас, как ведущего, а вам нужно, чтобы коллеги как-то новая команда, новая программа, новый проект стартует. Вот, значит, дальше вы пишете, какие вам инструкции, какую вы будете конкретно использовать, например, вормап или ледокол, или какую технику будете, может, вы в World Cafe здесь будете использовать. Сколько по времени это продлится, какие материалы вам необходимы, флипчарт, маркеры, может быть, вам необходимо лего, то есть вы это готовите, и какие-то особенности, да, например, что если группа придет там не в полном составе, то буду ли я проводить эту технику, какой-то план B может здесь быть, какие-то комментарии, что если будет до 10 человек, например, я буду использовать 6 думающих шляп, а если больше 10 человек, я уже буду использовать World Cafe, ну, то есть для себя тоже. И кажется, что это очевидно, что надо встречу, ну, как-то запланировать, но это не очевидно, и вот я вот часто, очень часто слышу такие отзывы после тренинга, что одна из самых полезных активностей на тренинге была именно составление агенты встречи, потому что техники мы все изучили, поняли, но не поняли, но потом мы приходим в реальный контекст и не понимаем, как эти техники приложить к участникам. Можно начать с какого-то минимального использования техник, например, каждую там неделю использовать одну новую технику при работе с группой, например, там тоже римское голосование, смотреть, как оно работает для ваших коллег, вот тоже World Cafe, тоже 6 думающих шляп, вот не использовать, не забивать всю агенду различными техниками. Я говорила, там писала в анонсе о том, что планировать важно, но вот следовать плану не всегда получается и не всегда необходимо, потому что если вы видите, что коллеги не понимают технику, ту же 6 думающих шляп, да, например, с красной шляпой периодически возникают в среде программистов некоторые сложности, там нужно говорить о своих чувствах, ну, то есть какое-то решение или какая-то идея, и нужно выразить свои чувства, красная шляпа выражает чувства, и у коллег начинаются сложности с этим. Тогда, может быть, не использовать красную шляпу, а, например, использовать вот эту вот технику либо без красной шляпы, 6 думающих шляп, либо использовать вот эту вот технику Walt и Disney, здесь другие роли, да, то есть вы запланировали, можно тогда написать, если вы все равно чувствуете себя не очень уверенно, что вдруг вот такая ситуация возникнет, а вы на ходу технику не вспомните другую, чтобы заменить. Тогда в гайде фасилитатора вы пропишете сразу варианты техник, которые у вас возможны. Ничего страшного нет, если вы видите, что прогресс не идет, начинается какой-то троллинг, или люди стоят в недоумении, вы можете обратиться к группе, спросить, а что мне еще нужно, коллеги, вам рассказать, чтобы вы поняли задание лучше. Либо вы можете это не делать и сказать, ну, я вижу как фасилитатор, что эта техника не совсем корректна в данный момент, давайте попробуем использовать другую технику. Ну, ничего страшного, то есть это лучше, чем выполнять технику ради техники. Вам же нужен результат какой-то от этой встречи, а не выполнение техник. Такие моменты мы тоже обсуждаем на тренинге, то есть если мы видим, что есть какие-то сложности, мы можем на тренинге сразу как-то проговорить их и понять, что с ними делать, что мы делали бы вот в такой вот ситуации конкретной, как вот здесь вот произошла у нас. Значит, фасилитатор должен знать техники, уметь составлять их в агенту, эти техники, и также проводить непосредственно практику. То есть практика состоит, да, из техник, интервью спонсоров, мы о нем еще поговорим подробнее позже, и какую-то структуру встречи. То есть если у вас нету спонсоров, а вы сами спонсор, вы себе задаете вопросы, которые я вам покажу позже, и вы составили структуру встречи на основе техник и на основе того целей встречи, которые от вас требуют спонсоры, или которые вы сами от себя требуете. Практики много очень на тренинге, порядка 80% практики. То есть мы много практикуем и мы много общаемся по поводу того, что происходит. Я достаточно открыта к диалогу. Если что-то непонятно, коллеги спрашивают. И я очень положительно отношусь к опыту, к knowledge sharing, к обмену знаниями между участниками. На недавней конференции «Эти спринг» в Минске на воркшопе я предложила использовать следующую модель обмена опытом, которую люди признали очень удачной. После того, как мы выучили некоторое количество техник на этом воркшопе, коллеги составили агенды для своих встреч, которые им надо будет провести в будущем. А потом в группах из четырех описывали достаточно кратко цель встречи, представляли группе из четырех свою агенду, которую они только что сделали для этой встречи, используя техники, которые мы совсем недавно выучили, или какие-то свои техники, которые они знали. И потом каждый из участников группы предлагал пункты улучшения по уже существующей агенде. То есть он говорит, ага, вот эту технику, наверное, лучше вот вормап такой вот не делать, потому что мне кажется, что люди, ты говоришь про вормап, где люди там знакомятся или здороваются друг с другом, но ты проводишь эту встречу в середине дня, они уже до этого времени поздороваются друг с другом, но они раньше придут на работу, поэтому давай его замени лучше вот так. И вот такой вот knowledge sharing между участниками группы происходил достаточно динамично, и каждый мог еще получить не только информацию от тренера, но и использовать все вот это информационное поле в виде участников, которое вокруг него. И классно, когда по тренинге фасцилитации я уже посмотрела, приходит много людей, например, от 15 до 25 человек. То есть тогда этот еще объем знаний каждого участника только увеличивается от этого. Вот. Да, и мы практикуем друг на друге, то есть мы пробуем фасцилитировать группу участников, которые есть на тренингах. Ну, тут надо как это понимать, что если вы только начали знакомиться с фасцилитацией, то, скорее всего, у вас ничего не получится по первому разу, и будут какие-то так называемые, ну, это, ну, такие lessons learned, которые вы вынесете. То есть чудо, скорее всего, не произойдет. И я советую начинающим фасцилитаторам, вот опять же, вернуться к тому, чтобы использовать какую-то одну технику. Сначала научиться использовать одну технику, а потом уже использовать какой-то набор из техник. Тут есть вопрос. Что такое спонсор? Спонсор – это человек, который заказывает у вас эту встречу. Это может быть ваш менеджер, это может быть кто-то со стороны заказчика, клиента, это можете быть вы сами. То есть человек, ради которого вы сейчас проводите эту встречу. Ну, то есть кому нужен, например, PBR, ну, Product Backlog Refinement встреча? Кому нужно планирование, если мы берем скрамовские встречи? Кому нужна ретроспектива? То есть тот, кому нужна эта встреча, к нему нужно обратиться с вопросами. То есть для чего она нужна? И мы сейчас посмотрим более длинный список этих вопросов. Если вы сами для чего-то вам нужна эта встреча, тогда вы тоже должны себе задать различные вопросы от того, чтобы лучше понять, каковы будут критерии успешности проведения этой встречи. Ну, то есть не надо сразу бежать и делать, если вас попросили провести такую встречу. А нужно сказать, слушай, дружище, мне нужно с тобой 15 минут, я хочу лучше понять цели этой встречи, чтобы лучше к ней подготовиться. Давай ты мне ответишь на следующие вопросы. И вот сейчас мы в скором времени перейдем к этим вопросам. Тоже вот участники тренинга всегда отмечают, что это очень важно поговорить с человеком, который запрашивает встречу. Мы делаем такое упражнение, то есть сначала люди учатся, используя набор техник, составлять агенду на основе своих каких-то знаний о встрече. То есть они сами себе придумывают какую-то встречу, которую нужно провести, например, на следующей неделе или через месяц, и составляют агенду. А потом мы делаем упражнение, когда заказчиком или спонсором становится другой участник тренинга, и они работают в парах. То есть участник тренинга представляет запрос, какую ему встречу нужно провести. Например, встреча о том, чтобы у команды собрать мнение по улучшению их работы на проекте. Для менеджера, например, очень интересно услышать идеи самих коллег, а не самому тоже придумывать. Он сам тоже, у него есть различные идеи, он может захотеть участвовать в этой встрече, а может захотеть не участвовать. Тоже там есть интересные моменты как бы с этим. Как с таким взаимодействовать, когда спонсор есть на встрече, но когда он не участвует во встрече. Мы это тоже обсуждаем. Так, двигаемся дальше. Каким фасилитатору надо быть? Значит, вся фасилитация строится вокруг владения процессом. Вы ничего не контрибьютите, вы ничего не привносите в содержание встречи. И с этим возникают большие сложности. Потому что, например, если встречу проводят техлид, или тимлид, или кто-то из менеджмента, у человека есть свой интерес. Он является, по сути, стейкхолдером. У него есть что-то, что он хочет рассказать в группе. Он хочет, скорее всего, чтобы группа к чему-то пришла. И это негативно сказывается на процесс фасилитации. Потому что фасилитатор нейтрален и наблюдает, и создает процесс, через который, проходя, группа вырабатывает свои какие-то решения. А мне говорят, так невозможно, потому что если человек, он не заинтересован, то он как бы не может качественно выполнять свою работу. Для меня вот фасилитатор заинтересован, чтобы группа генерила свои решения, генерила их как можно больше, чтобы каждый участник со встречи был услышан. Чтобы, если есть какие-то разногласия по каким-то вопросам, они были обсуждены во время этой встречи, а не потом бойкотировались решения после этой встречи. Мы можем очень быстренько какую-то встречу провести, просто используя директивный стиль управления, особенно если мы менеджеры. Так, значит, вот такие у нас есть набор решений, давайте выберем из 10-3. Ага, проголосовали римским голосованием, все, значит, мы их будем выполнять на следующей неделе. Разбежались 15 минут. Прекрасно. Потом решения эти не выполняются. А почему они не выполняются? Наверное, что-то, ребят, с вами не так. Значит, вот вы какие-то не такие, вы же вроде согласились. А кто согласился? Согласилось, как будто бы большинство группы, например, проголосовало. И то проголосовало, например, 5 человек за, там 3 нейтрально, там 3 против. Вроде решили, что все согласились. Ну, реально же не все согласились. И вот тоже вот этот барьер, порог голосования важно определить. Вы как группа договариваетесь о том, что всегда используете мажоритарное голосование, что если согласилось больше половины, вы принимаете решение и не бойкотируете его впоследствии. Или вы как группа договариваетесь, что вы будете, пока у вас 80% людей не согласится обсуждать это решение. Или 100%. То есть скорость – это не всегда хорошо. И еще раз возвращаясь вот сюда, что владеет фасилитатор процессом, а как он это владеет им? Он создает какие-то активности, которые наполняют смыслом участники группы. Он создает такой ландшафт встречи. Но сам у него никаких интересов в плане, чтобы вот это решение было принято или вот это у него нет. И, конечно, это сложно, особенно если это человек-менеджер. Тогда надо быть искренним и сказать, коллеги, у меня есть уже готовые решения. Вот их пять штук как бы. Мы можем нагенерить другие, но, скорее всего, вот эти пять мы будем использовать для нашей дальнейшей работы. И тогда использовать какие-то техники для ознакомления группы с этими решениями или для обсуждения каких-то несогласий с этими решениями. Вот на это время потратить. Потому что если вы попросите группу генерить решения, которые уже принято, это потраченное время, и люди впустую тратили свою энергию, они потом будут выражать вам большое недовольство и большое недоверие. Еще раз, фасилитатор обязательно. Вся фасилитация строится на владении процессом, а не на привнесении содержимого. Еще пример, допустим, с обратной связью, как можно собирать тоже. То есть пример показания того, как даже не обратная связь, а как можно с помощью фасилитации критику превращать в конструктивное добавление какой-то информации. Например, кто-то предложил некую техническую имплементацию, технического решения. А другой коллега его, вот сидит в совещании, сидят люди на митинге, а другой коллега его говорит, ну слушай, ну это такое решение, ну не очень, мне кажется, такое сыроватое. А вы как фасилитатор можете спросить, хорошо, тогда, пожалуйста, ты считаешь, что решение сыроватое, оцени его от единицы до десятки. Он говорит, ну там шестерочка. Окей, какие четыре пункта ты можешь ему добавить этому решению, чтобы оно стало на десяточку? Вы как фасилитатор в данном случае ничего не привнесли, вы ему сказали, да ладно, у тебя нормальное решение, вот слушай, оно такое уже сработало на другом проекте, я знаю, что это будет, потому что у меня опыт. Нет, вы просто попросили этого человека немножко расширить свой ответ и начать думать в парадигме, что нам с этим делать, а не что все плохо, как бы, и мы это просто делать не будем. Вот таким образом тоже можно строить процесс фасилитации. То есть как он прописан здесь, то есть у вас есть техники, через которые вы проводите группу, и очень классно, если у вас по итогу встречи будут результаты. Может быть сначала это не будет так получаться, и скорее всего так не будет получаться. Очень многие фасилитаторы боятся заходить с группой в шторминг, пытаются очень быстро схлопнуть какие-то конфликты, типа коллеги, мы же на работе, нам не надо так вот это обсуждать. Вы как фасилитатор должны следить за тем, чтобы, ну, желательно, обращать внимание группы на то, что вы обсуждаете тезис какой-то, или какое-то решение, или какую-то идею, но не друг друга, вы не переходите на личности. Ну, с одной стороны, вы как фасилитатор этой группе показали, что вот, коллега, мне кажется, мы сейчас обсуждаем, Вася обсуждает Петю, а Петя обсуждает Васю, а мы вместе обсуждаем там необходимость чего-то на нашем проекте. Вы можете в группе это показывать. И вот для этого вам, вы как фасилитатор, используете такой вот цикл диагностики и интервенции, который вообще применяется при каких-то конфликтных или конфронтационных моментах на встречах. Вы не как какой-то маг и волшебник делаете такие-то пасы руками, и группа сразу начинает вести себя хорошо, там все у них выравнивается, там гармония, баланс с ними происходит. Нет. Вы, ваша ценность, фасилитатор, обращать внимание группы на то, что с ними происходит, и возвращать им то, что они делают по отношению друг к другу. Ну, то есть они обратили внимание, и дальше как группа они должны решить, что с этим делать. Я сейчас пройдусь по этому циклу, расскажу подробнее. Вы, как фасилитатор, не говорите им, что делать. Потому что вы, как фасилитатор, если вы исчезнете, а им же дальше общаться надо. И почему вот менеджеры, многие, они дают очень-таки четкие инструкции. Значит, ты говори, ты молчи. Значит, твое мнение, да, ты у нас более опытный, оно как бы более нам интересно, а твое мнение, ты только присоединился к команде. В общем-то, мне как менеджеру, в общем, хорошо, что ты сидишь и молчишь. Такого вы не делайте, потому что тогда такой команде всегда нужен будет менеджер. А мы в Аджайле говорим о том, что самоорганизация очень важна для наших команд. И скрам вообще строится вокруг самоорганизованных и высокомотивированных индивидов. Поэтому мы стараемся вот как фасилитатора это проявить эту самоорганизацию, саму мотивацию. Значит, идем по вот этому циклу диагностики интервенций, который можно при конфликтах применять или при каких-то, ну, таких ситуациях, которые некомфортны в группе, как вам кажется, которые вы проверяете с группой. Значит, вот, например, вы как фасилитатор, скрам-мастер, менеджер, продукт-оунер, наблюдаете какую-то ситуацию. Например, вы наблюдаете, что Саша постоянно перебивает Диму. То есть только Дима хочет что-то высказать, свое мнение, Саша говорит, да ладно, да все понятно, что ты хочешь сказать, да у меня такое было там несколько раз, такое уже происходило и неоднократно. И опять это происходит, и опять ситуация. Причем вы можете наблюдать этот паттерн даже не на одном митинге. Вы как-то пытаетесь для себя это объяснить, это поведение. Или, например, во время встречи Дима вдруг встал и вышел, и куда-то ушел со встречи. Вы для себя, как для фасилитатора, просто в своей голове пытаетесь объяснить, что бы это могло значить. Там человеку там срочно куда-то там надо отойти по физиологическим причинам. Может быть, он там захотел водички попить. Может быть, что-то произошло на встрече, что вы не заметили, и то, что ему было неприятно. Может быть, у него другая какая-то параллельная встреча. Или, например, почему один участник перебивает другого, потому что одного участника он думает, что у него больше опыта, или он считает, что этот человек, который сейчас хочет что-то посоветовать, он раньше что-то советовал, то, что не сработало. То есть как-то для себя это объяснили. Дальше что вы делаете? Вы пытаетесь понять, в какой момент вы можете группу, обратить внимание группой на вот эту вот ситуацию, которая происходит. Это всё не то, что вы раздумываете полчаса об этом. Достаточно быстро должно происходить. Вы думаете, ага, сейчас Катя завершит то, что она говорит, и я тогда вот это, то, что у Кати был такой диалог с прерыванием, я обращу внимание группы на это. Или, например, сейчас Дима вышел, значит, мне сейчас лучше про это поговорить с группой. Дальше вы описываете группе вот это вот, ну, то, что происходит. Вы можете сказать, коллеги, вот мне кажется, что Дима постоянно перебивает Сашу. То есть у меня сложилось такое впечатление. Я присутствую на встрече уже 40 минут и наблюдала это уже, например, 5 раз. Ну, какую-то фактическую информацию по своим наблюдениям говорите. Дальше вы группе какие-то можете предложить варианты решения, как это делать. Например, можете сказать, давайте вот сделаем там технику раунд-робинг, чтобы все могли возможность высказаться. Или будем говорить только те, у кого токен в руках. Ну, токен – это маркер, там можно использовать что угодно. Можете попросить группу, если она достаточно зрелая, сказать коллеги, что мы с этим можем сделать. Так, чтобы мнение каждого было услышано, и все у нас высказались, и тем самым, может быть, даже приняли какую-то ответственность за то, что сейчас происходит. Опять же, вы ничего самостоятельно не решаете. Вы заметили что-то, вы как-то про эту ситуацию подумали, какие тут могут… Вы можете поделиться с группой своим мнением. Можете сказать, мне кажется, что Дима вышел, потому что у него там встреча, или еще что-то. Ну, вы все равно просите группу тоже на это обратить внимание и подумать в этом направлении. Сначала, если особенно коллеги очень юные, и недавно команда только начала работать, это может вызвать хи-хи-ха-ха. Ну, то есть, ну, типа, там, ладно, там, ну, там, происходит и происходит, ну, какая нам разница. Но проблема в том, что им работать вместе. И им работать вместе, скорее всего, на протяжении длительного времени, и то, что они сначала игнорируют этот троллинг, он может потом их начать задевать, или их уже задевать, просто они так еще осознанно не обращают на это внимание. Ну, или вы можете обратить внимание коллег на то, что вот, конечно, классно, что вы все так взаимодействуете друг с другом активно, троллят друг друга, иронизируя над друг другом. Ну, здорово, но у нас вот встреча час, а из них 30 минут мы этим занимались. Я засекала, например, время. Вот можем провести еще раз один такой эксперимент, позасекать время, сколько времени мы тратим на какие-то подколки друг друга. Несомненно, это повышает нашу какую-то, может быть, количество коммуникаций друг с другом, но эффективно ли это для нашей встречи, давайте решим. Опять возвращайте это все в коллектив. Основная вообще цель, цель даже фасилитации, это не то, что вот конкретную встречу зафасилитировать, это научить людей осознанно общаться с друг с другом. Это говорит Сэм Кейнер, в общем-то, дедушка фасилитации. И вы можете не получить результат в краткосрочной перспективе, но можете получить его через 3, 4, 7 встреч с этой же группой. И потом они, интересно, что потом они могут после вас продолжать работать достаточно эффективно. Ну, это чем хорошо, когда вы не на ручном управлении, когда вы не указываете людям, а просто им как флажки поднимаете, говорите, вот здесь такая ситуация странная происходит, что будем с ней делать. Часто это делать не надо, ну, допустим, но одна такая нотификация на встречу вполне валидна. Так, поехали дальше. Значит, как еще вы как фасилитатор, вот вы должны, значит, как фасилитатор, значит, владеете вы процессом, это каким надо быть, вы сохраняете вовлеченную нейтральность, опять же, ваш фокус на процесс, и старайтесь быть сами осознанны и практиковать самоконтроль. Значит, мы иногда думаем, что есть какое-то событие, которое вот возникло на встрече, например, кто-то перешел на повышенные тона, и мы сразу действуем, мы вот реагируем, мы ему говорим, что это ты тут кричишь, это не профессионально, это так, в корпоративной среде так не принято, и мы сразу что-то действуем на это, да, вот. Ну, на самом деле, скорее всего, есть еще два шага, как минимум. Происходит некоторое событие, мы его каким-то образом для себя интерпретируем, реагируем чувствами на эту интерпретацию, и после этого делаем что-то. Так вот, фасилитатору хорошо бы еще понимать, что есть вот эти вот два куска, вот как два шага, которые пропущены. Например, кто-то из участников регулярно комментирует ваши слова как фасилитатора, и вы просто этому человеку говорите что-то, чтобы он перестал это делать. Ну, например, что я веду это совещание, так что, пожалуйста, оставь свои комментарии при себе. Когда ты будешь вести его, тогда мы выслушаем тебя. Например, так. То есть это не значит, что он перестанет, хотя он может перестать это делать, но он вас запомнит. Значит, хорошо бы, чтобы вы осознали, что происходит некоторое событие, вот сейчас этот человек опять комментирует, опять комментирует. Значит, для себя как-то интерпретировать это, что он хочет вообще, когда он вставляет комментарии, внимание он хочет, может, какого-то более активного вовлечения его тоже в качестве лидера в эту встречу, может, он выступить тоже хочет, у него есть что сказать. Потом вы что-то чувствуете тогда по этому поводу, да, вы там чувствуете раздражение, например, или начинаете чувствовать какое-то к нему, ну, какое-то уважение, что вот все молчат, а он хотя бы хоть ваши слова комментирует, хоть как-то активно, хоть пробует активно принять участие. И потом вы что-то делаете. То есть, по сути, эти два шага, осознание этих двух шагов дает вам вот эти вот там, досчитать до десяти, как говорят. То есть, если ты вот что-то почувствовал такое, и оно очень, ну, как сказать, активное в тебе, досчитай до десяти, потом только реагируй. Вот таким образом фасилитатор может как-то осуществлять осознанность и самоконтроль во время встречи. Ну, конечно, никто не, как это, это очень простые техники, которые, наверное, могут быть сложны для, опять же, как это, делания, потому что здесь у вас будет два параллельных процесса. Вы должны следить за группой и еще и за своим собственным состоянием. Но это важно для фасилитатора. При этом, если, опять же, если вы начнете активно вовлекаться в обсуждение непосредственно предмета, диалога, который обсуждает группа, то это еще третий контекст, который вам надо будет держать в голове. То есть, поэтому, вот опять, рекомендую как фасилитаторам вам сконцентрироваться на процессе фасилитации, ну, на группе действительно держать фокус и на своих состояниях. А то, о чем говорит группа, ну, вас это действительно может не касаться. То есть, у вас есть какие-то задачи во время встречи, которые вы достигаете. Как еще вы можете осознанность и самоконтроль практиковать, допустим, используя радар эмпатии? То есть, что вы слышите во время встречи происходит? Просто пытаться, ну, сделать анализ того, что происходит, а не сразу реагировать на это. То есть, что вы слышите, что вы видите, что вы думаете, что вы чувствуете, и что вы при этом делаете и говорите, и какие минусы и плюсы вы от этого получаете. То есть, мне не просто вот некомфортно на этой встрече, например, как фасилитатору или как менеджеру, или, например, мне очень комфортно как менеджеру, потому что я собрал команду, там, 20 человек, и я прекрасно сейчас тут им расскажу, куда надо двигаться и что надо делать. Они же все не участники в этом случае получаются, а мои слушатели. Хотя я вроде бы как-то их собрал, чтобы они приняли участие в принятии решений. На самом деле, они являются слушателями. Так вот, что я слышу, какие у меня есть показатели какие-то вот, ну, как аудиальные на то, что группа неактивна, но они молчат просто. Что я вижу? Люди сидят в телефонах. Что я думаю и чувствую? Ну, что, наверное, им все равно или им неинтересно? Что я при этом делаю и говорю? Я могу спросить коллеги, а скажите, а почему сейчас половина из нас сидит с телефонами? Они говорят, да, ты знаешь, сейчас вот пришло письмо о том, чтобы рот упал. Ну, продакшн упал. Ну, конечно, очень интересная встреча, но надо что-то делать с продакшном. Ну, надо даже спустить людей, чтобы они занялись более сейчас актуальным моментом. Либо они могут сказать, мы не понимаем, о чем ты сейчас нам рассказываешь. Какие стратегические цели. То есть ты можешь с какими-то нормальными словами нам это рассказать. Делать, что будем. Вот. Ну, и какие минусы и плюсы вы от этого получаете. Так. Значит, далее идем. Значит, тут пишут, значит, как ты для себя объяснили. Это же просто факт. Уже день объяснения может быть неверным. Ну, то есть я не знаю, о чем был комментарий, но попробую его тоже, как я его поняла, интерпретила, как-то откомментировать. Значит, вы, все, что вы придумали себе, все, что вы нагенерили, какие-то варианты того, что почему группа себя так ведет, почему этот участник там регулярно вас прерывает. Вы должны спросить у группы и спросить у этого участника. Скажи, пожалуйста, почему ты меня постоянно прерываешь. То есть я замечаю это уже не первый раз. И сделать паузу в этом месте. Такой волшебный фасилитационный инструмент, который называется пауза. Вы делаете паузу и ждете, пока вам ответят. То есть вы не гневаетесь в этом состоянии, не говорите, ну что, значит, еще раз так ты сделаешь, значит, там, как бы давай ты лучше уйдешь с нашей встречи, потому что ты вносишь сюда некий деструктив, показывая, что дисфункциональное поведение, оно мешает нам эффективно работать. Ну, такой какой-то словесной эквилибристикой начинаете заниматься. Нет. Вы вопрос возвращаете в группу и показываете им, что у вас есть несколько интерпретаций того, что происходит, что они об этом думают, и ждете ответ оттуда. Если им, ну, как бы, все равно, вы можете сказать коллеге, а почему сейчас вы мне не отвечаете? То есть, ну, вы общаетесь с участниками встречи как с партнерами, а не как с детьми в детском саду или не как со школьниками. Вы предполагаете, что они такого же уровня взрослости, как и вы. Иначе, ну, это не фасилитация, это действительно воспитательные работы. Так, значит, про agile фасилитацию тоже скажу пару слов, что agile фасилитатор, он опирается на свой agile мейнсет, который себя проявляет через следование agile ценностям, их 4, надеюсь, что вы их помните, agile принципам, их 12, они все входят в agile манифест, и он делает практики, практики фасилитационные различные. То есть, agile фасилитатор отличается от фасилитатора просто то, что узнает agile принципы и ценности, и работает в agile среде. То есть, для него еще понятны, ну, вот эти все встречи, допустим, в твоем же скраме, который есть. Если работать в другом фреймворке, понятны типы встреч, которые есть в том agile фреймворке. Вот это вот такое отличие. На самом деле, фасилитация, понятно, что она шире agile фасилитации. То есть, сначала была фасилитация, а потом появилась agile фасилитация. Agile фасилитация говорит о том, что мы умеем фасилитировать product backlog refinement и планирование. Допустим, если мы говорим про скрам, мы умеем фасилитировать ревью встречи со стейкхолдерами, мы умеем фасилитировать ретроспективы, daily stand-up. То есть, основные события и процессы скрама. Так, значит, далее идем. Внешний контекст. То есть, мы идем по этому компасу, и сейчас мы переходим, мы проговорили про личные индивидуальные особенности фасилитатора, личные компетенции, и идем в внешний контекст. Спонсоры, как он говорит, кто такие спонсоры? Спонсоры – это люди, которые заказали у вас встречу, это кто-то из менеджмента, ваш клиент, вы сами. Может быть, команда сказала, что у нас такая ситуация складывается, что на Новый год хотят все пойти в отпуск. Мы же не можем все пойти в отпуск. Давайте по поводу этого поговорим. Как же нам выяснить так, чтобы, с одной стороны, обиженных не было, а с другой стороны и проект мы не завалили. Значит, нужно выяснить цели и результаты встречи, то, куда мы двигаемся. И можно задать такие вопросы себе или спонсору. Какая наиболее важная, какая самая важная цель этой встречи? Какие желательные результаты или какие, ну, как сказать, параметры? Не параметры, сейчас скажу, desired objectives. Какие вот артефакты или какой output этой встречи ты бы хотел как спонсор получить? Ну, спрашивайте вы себя или группу, что вы бы хотели получить. Какие решения должны быть приняты на встрече, если они какие-то должны быть приняты? Как вы узнаете о том, что встреча была успешной? Вот вы можете коллег спросить. Коллеги, хорошо, мы соберемся, а как мы поймем, что мы достигли каких-то успешных результатов на этой встрече? Давайте критерии заранее. Как-то опишем себе эту успешность нашу. Вы также можете спросить, кто будет присутствовать на встрече, какой индивидуальный там бэкграунд этих людей, в какой там программе вы проводите, проводите. Здесь вот есть вопросы, которые больше, их не надо все задавать, но вопросы, которые актуальны для конкретно этой встречи. Вы можете узнать про динамику в группе. Это команда только что была сформирована, или она работает уже два года вместе, или там ушло половина людей, половина новых появилась. Вам это тоже как фасилитатор нужно знать, опять же, чтобы иметь больше представления о том, что может происходить и какие лучшие техники заиспользоваться в этой ситуации. Будет ли лидер на встрече? Например, будет ли участвовать менеджер, а вы как фасилитатор? Или будет ли участвовать кто-то из тех лидов, который будет представлять свои какие-то технические решения, из которых группа будет выбирать что-то? Или нужно, чтобы каждый участник представил свое видение, и потом вы вместе его обсудили? Ну, вот тут фасилитатор, будет ли он нейтральным, или должен ли он восприниматься как нейтрален? Ну, менеджер может сказать, «Ребят, я сейчас не менеджер, я фасилитатор, я ничего, значит, не буду вам контрибьютить в содержание встречи, буду, значит, только процесс фасилитировать». Он скажет, что мы тебя вообще не понимаем, ты скажи, что делать. Ну, давайте попробуем, можно тогда сказать, и посмотреть, как это пойдет. Потому что вот мне рассказывала тоже коллега, что она пробовала, она руководит отделом, и она пробовала фасилитировать своих коллег, но не смогла, потому что ей очень было интересно вот в содержании встречи нырнуть и обсуждать это с ними. Но она им явно сказала, что, коллеги, все, я больше не могу вас фасилитировать, у меня есть что сказать по этому поводу, все, значит, я фасилитатором сейчас не буду. Ну, так тоже можно делать. Ну, не сложилось, значит, с первого раза, может сложиться с другого раза. Значит, какие решения должны быть приняты на встрече? Опять же, если эти решения уже приняты, надо только ознакомить группу с этими решениями, не надо обманывать группу и говорить им, что их решения там тоже будут приняты ко вниманию. Ну, может, у вас уже есть решение. Будут ли другие какие-то люди помогать на встрече? Может, кто-то будет сервировать кофебрейки? Если вы делаете с коллегами какую-то встречу там на 3-4 часа, у многих в Люксофте на проектах есть ассистенты, которые могут вам предоставить кофебрейки. И тогда вы на перерыве, вам, в общем-то, не надо будет далеко никуда ходить, а просто попить чай, кофе сразу на месте встречи. Вот тут вот тоже такой интересный вопрос, про то, будут ли на встрече люди, которые будут финальное решение в состоянии сказать, что все, вот идем таким путем, делаем вот так. Или этих людей не будет. И тогда ваш набор решений будет кому-то отсылаться, например, клиенту по улучшению, там, не знаю, качества на проекте. Тогда ваши решения отошлются клиенту, и он будет принимать сам по ним какие-то свои решения. Ну, базируясь на ваших. Вот. Или он сразу будет присутствовать на этой встрече, и сразу поближе к завершению встречи будут озвучены конкретные шаги о том, что же мы будем делать. То есть будут ли decision-makers, так называемые, на встрече люди, которые имеют право, полномочия принимать решение. Ну, и вот то, что касается логистики, тут тоже есть различные вопросы. Может быть, вам это не актуально, но, с другой стороны, если вы вдруг решили провести встречу на 20 человек, а у вас переговорка на 10, и сейчас лето, а там не очень хорошо с вентиляцией, ну, я вас поздравляю, скорее всего, эта встреча закончится через 15-20 минут. Ну, то есть, либо люди будут там думать больше про то, как открыть окно, как там помахать себе там какими-то листиками, чтобы как-то освежиться. Ну, то есть, такие, к сожалению, в моей практике были такие неприятные моменты. Или когда вы приходите в переговорку, вы там напридумывали каких-то упражнений, там будете ходить, там обсуждать что-то стоя, там двигаться, а в переговорке, на середине переговорки стоит огромный стол, который не блочный, и он не раздвигается, и вы ничего с этим сделать не можете. Ну, то есть, у вас есть только возможность ходить между столом и стеночкой, и то, там только один человек вмещается. Поэтому, ну, учтите тоже какое-то, как сказать, физическое оснащение. Или вы договорились с клиентом сделать кол, пришли в переговорку, и, в общем-то, вы договорились сделать видеокол, а поняли, что там видео, в общем-то, связи в переговорке нет. Или вы решили сделать с клиентом видеокол, а потом выяснили, что видеопереговорок у вас ограниченное количество, и вы не можете их забукать, зарезервировать на необходимое вам время. Потому что это неоднократно такое у меня случалось, и случается это и у скоромастеров, которые только начинают проводить фасилитацию. Опять спрашивают про запись вебинара. Будет запись вебинара? Будет. Так. Обратная связь и оценка результата. Ну, вот про эту шкалу я вот только рассказала вам. И как вы можете у спонсоров спрашивать? Например, по ходу встречи вы можете, в перерывах их спрашивать. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, насколько мы близко подошли к основной цели встречи? Как ты думаешь, вот насколько достаточно уже тех решений, и насколько качественны те решения, которые мы сгенерили как группа? И себе эти вопросы тоже задавайте по ходу. У вас встреча закончится, и вы останетесь с теми результатами, с которыми вы останетесь. Вот. Вам опять же нужно обращаться на какие-то промежуточные результаты, которые вы получаете. Например, если у вас 5 юзер-старей, или 5 требований, которые вам нужно обсудить за 1 час, вы полчаса потратили на 1 требование, у вас осталось полчаса, 4 требования, а задача обсудить все с группой, чтобы они потом сделали спринт-планирование, сделали спринт-бэклог из этих требований, ну, скорее всего, вы не успеете. Может, опять стоит обратить внимание группы на то, что полчаса прошло, 1 требование, осталось 4, что делать будем. Опять же, вы не решаете. Решает группа, что она делать с этим будет. Так вот, оценку результата. Точно так же вы можете стейкхолдеров попросить оценить результаты встречи, сказать, они скажут, например, это 6 или 7 или 8 или 9, и сказать, хорошо, а что бы ты хотел тогда еще, вот в этой встрече, чтобы было, или чего бы было меньше, или каким-то другим образом что-то было построено, чтобы ты в следующий раз такую же встречу оценил на десятку, чего не хватало, расскажи, пожалуйста. И что вот спонсоры, вы сами можете точно так же выписать потом какие-то уроки, которые вы усвоили во время этой фасилитации. Не надо надеяться, что фасилитация у вас сразу пройдет гладко, вы сделаете все техники, получите прекрасный результат, коллеги будут позитивными, динамичными и так далее. Ну, эти success stories, они, может быть, одна на сотню. Ну, вот реально. У вас будут проблемы во время встречи, и стоит, как это, не демотивироваться тем, что процесс идет медленно. С людьми всегда так. У Сама Кейнера есть выступление на эту тему на YouTube, можно его посмотреть. Почему вообще так тяжело проводить встречи, особенно где присутствует несколько стейкхолдеров, несколько менеджеров, когда мы там не для команды, а когда люди с разных отделов собираются и пробуют совместно что-то принять, какие-то решения. Почему же это так сложно? Ну, с одной стороны, это сложно, а с другой стороны, еще раз повторяю, не надо директивно ими управлять, и не нужно тушить конфликты как таковые. Ну, то есть он все равно возникнет, и недовольство все равно будет. Ну, то есть с помощью техник вы можете его митигировать, да, но по чуть-чуть вот этот градус, как бы нужно давать ему и подниматься, и опускаться, и следить за динамикой группы, и за тем, что происходит. Значит, группа, вот мы опять, мы переходим к такому немаловажному аспекту, как группа. У группы есть какая-то своя динамика. Она может выражаться в различных моделях, их очень много. Например, модель спиральной динамики, модель перформанса команды, на какие вопросы команде нужно ответить, чтобы двигаться к своему наилучшему перформансу. Такая модель, как это, баунсинг-бол, мяча, мяч, который кинули в пол. Так вот, чтобы мяч набрал свою скорость на выходе из пола, как бы, да, то есть должны быть определенные, ну, как бы, динамика, определенная скорость его, как бы, попадения в пол. Ну, это метафоричное такое объяснение. На самом деле должны быть некоторые вопросы, на которые команда должна, и каждый человек должен самостоятельно получить ответы, прежде чем команда станет хай-перформанс командой. Вот есть вот эта модель Такмана, которую, скорее всего, все знаете, forming, шторминг, норминг, перформинг, аджорнинг. Вот различные этапы, на которых находится группа. Можете использовать любые модели, можете их совмещать, просто чтобы вы понимали, что группа новая, которая была сформирована, отличается существенно от той группы, которая работает вместе два года. Группа, которая находится на высокой стадии перформанса, которая слажена работой, отличается от той, которая в шторминге. И вы, ну, для себя хотя бы понимали, что вот у вас встреча будет происходить динамичнее и быстрее, если уже она в норминге или в перформинге, чем в шторминге. И не тащили их, как бы, на себе. Ну, то есть не делали быстрее прогресс, чем может сделать группа. Как это, фасилитатор, вот такую тоже метафору переводят для скромастера, что из скромастера фасилитатор человек, который вот ухаживает за растениями, как садовник, но он не растет вместо растений. Также вы должны обращать не только на общую групповую динамику, группы, да, но еще и на индивидуальные особенности участников. Вы тоже для этого можете использовать различные модели. Мне больше нравятся динамичные модели. Вот, например, тоже спиральная динамика, она как и для группы подходит, так и для различных людей, потому что каждый человек может быть на этапе своего развития. Есть такая эннеограмма еще, энне, это 9 переводится, и тут есть 9, как бы, как это сказать, описаний или типов людей. Но, опять же, я вот не люблю гороскопы, я называю эти порой модели такие статичные гороскопами, которые, ну, вот ты такой, ты там водолей, и ты, значит, вот такой. Нет, возьмите какую-то динамичную модель для работы. Если для вас сложно видеть напрямую особенности участников, возьмите сначала себе модель какую-то, попробуйте с помощью модели обратить свое внимание, к какому типу вы поднесли этого человека, а к какому этому. И таким образом просто свое внимание еще на этот уровень поместить, на уровень индивидуальных участников группы. Я люблю модели динамичные, вот как спиральная динамика, там есть переходы между уровнями, и вот эта энаграмма, она тоже позволяет. То есть у нас есть какой-то, например, тип, которым мы являемся, то есть ту стратегию жизненную, которому мы наиболее, нашу внутреннюю мотивацию, которая наиболее обусловлена какой-то внутренней мотивацией. И есть еще две стратегии. Одна из них избегающая стратегия, вторая – это стратегия, которая поддерживает нашу прямую стратегию. И есть еще такие крылья, которые тоже на нас влияют. На девятку влияет восьмерка и единица. Девятка, вот я здесь не помню с этим треугольником, какая-то то ли шестерка поддерживающая, то ли тройка поддерживающая, или тройка избегающая. И еще вот эти вот переходы зависит от того, в стрессе мы находимся или в комфорте. Ну, то есть смысл такой. Вот можете взять эту модель темпераментов тоже. Основной смысл вот этого моделирования, если для вас сложно, если вы как отдельных участников группу не умеете воспринимать, возьмите модель и группу, возьмите модель и участников, и попробуйте увидеть эти отличия. И посмотреть, может быть, для каких, сделать какую-то свою статистику, для каких участников какая техника легче, для какой группы какая техника легче. То есть как бы вы совмещаете несколько моделей. Уровень энергии. Смотрите, группа может быть в состоянии перформанса, но вот в данный конкретный момент что-то у них произошло, и они могут быть уставшие. Вот тоже коллеги могут... Вот пришли ребята, вроде как все нормально, но что-то очень вяло идет. Вы им какие-то активности такие даете, ну как наоборот повышающие уровень энергии. Например, вы ходить начинаете, или там в лего с ними играете, рисуете что-то, да, или просто какие-то вербальные активности, но очень-очень медленно идет прогресс по генерации решений. Они просто сидят и смотрят на вас, на друг друга, даже в телефоны не лезет. Они могут быть просто уставшие, и как оказывается, у них был до вас еще один тренинг, и они даже как-то там не успели толком пообедать. То есть кто-то успел, кто-то не успел. Ну то есть вы должны еще понимать, что кроме вот этой вот динамики общей группы, на которой она находится, групповая динамика, и кроме индивидуальных участников группы, может быть какие-то события, близлежащие, которые во времени произошли с группой, то что повлияло на их уровень энергии. Бывает группа приходит необычно возбужденная, у них был только что кол какой-то с клиентом, он мог там сильно хвалить или сильно ругать. Им нужно это обсудить время. А вы им тут что-то какие-то другие пытаетесь в фокус вместить. Нет, скажите, коллеги, вот я вижу, вы сейчас много вот про эти вещи говорите, можете в тройках обсудить, например, вот то, что сейчас произошло в течение пяти минут. Вам просто эту энергию нужно как-то успокоить. И вы для себя какой-то придумываете тоже технику, что с ней сделать. Потому что она не даст вам работать на последующих этапах вашей встречи. Можно использовать чек-ин, и мэтс от глэд. Вот просто здесь большее состояние, чем мэтс от глэд. Тут просить коллег тоже поставить галочки вот под каждым из состояний, да. И потом обсудить, а почему вы так себя сейчас чувствуете, а как вам. Если тренинг идет несколько дней, точно так же, там Ника-Ника календарь, который используется и для понимания состояния команды на протяжении длительного времени. Тренинг идет несколько дней, можете каждый день такие замеры делать. Тоже обращайте на это внимание, вам это может помочь. Многие говорят, ну да вот дано его, ну какая разница, кто себя чувствует, нам же сейчас решение нужно принять. Как будто действительно, так забавно себя направлять, люди такие роботы или такие технические какие-то, не знаю, существа, и на них не влияет типа ничего. Они сейчас сразу включились, держат фокус великолепно, отвечают на ваши вопросы. Я думаю, что большинство проблем на встречах как раз таки происходит, потому что не учитывается ни состояние группы, ни состояние участников. Это в основном все, что было по компасу фасилитации. И мы на тренинге Agility Facilitation, мы тоже обращаем внимание на уровень энергии, показываем работать, как работать, допустим, с теми же чек-инами MadSatGlad, с Ника-Ника календарем. То есть у нас есть возможность это прожить, так называемый, получить чувственный опыт, который мы вряд ли забудем в отличие от интеллектуального. Если мы что-то там выслушали, потому что если что-то запоминается на эмоциях и на проживании, оно запоминается дольше. И потом у вас есть этот опыт, вы перенесете в работу со своими группами. Значит, вопросы, которые были заявлены в анонсе, я посмотрю, на что я ответила, на что нет. Значит, чем вам может быть полезен сертификационный тренинг Agile Team Facilitation? Я тут просто сразу ответ написала, потому что я девушке одной в Фейсбуке отвечала на этот же вопрос. Значит, на вебинарах я рассказываю там, ну, про техники, я ничего не скрываю, то есть там эти же техники, мы можем про них же и говорить на тренинге. Значит, да, тренинг длится 16 часов, в отличие одного часа, одного часового вебинара. На тренинге есть практика, и потом интеграция этих знаний гораздо легче вам будет происходить, потому что вы их уже отпрактиковали. Другие участники, вы можете посмотреть, какие-то техники, на ком работает, и сказать себе, вот эту технику я беру себе, а вот эту вот спасибо не надо, я с ней работать не буду, я уже посмотрел, что она создает только лишний хаос. Ролевая модель фасилитатора в качестве меня, то есть вы можете посмотреть, как я фасилитирую, и для себя решить тоже, то есть что вы берете, что нет. То есть я, например, тоже веду тренинги, я когда прихожу на тренинг к кому-то, я не всегда, ну, всегда обращаю внимание и на тренера, как вот на ролевую модель тренера, и на ту информацию, которую тренер дает, даже если тренинг не по, например, тренинг по function point, то есть вообще тема техническая абсолютно другая. Но я смотрю на тренера, на ролевую модель, потому что мне это тоже важно для работы, и на ту информацию. И вот на тренинге по фасилитации вы можете увидеть меня в роли фасилитатора. Мелкие подсказки, как я уже сказала, которые вот возникают в процессе тренинга. И после тренинга выдается международный сертификат от IC Agile. IC Agile – это организация, которая занимается распространением образования Agile по всему миру. Их представительность есть на каждой конференции, она очень известная, и если вы планируете развиваться в сфере Agile, то вот IC Agile – какой-то узнаваемый и всемирно признанные сертификаты выдают. Инструменты, техники фасилитации какие-нибудь бывают, я вам рассказала несколько на слайде. Такие вопросы мы тоже обсудили спонсорам, стоит задавать. Что включает в себя процесс фасилитации от А до Я? От А до Я – это вот к этому слайду мы можем вернуться. То есть вы должны… Сейчас, секундочку. Мы туда вернемся. А, вот он. Ну, то есть вы начинаете фасилитацию, как-то ее продолжаете и чем-то завершаете. То есть для вас понятен процесс, что будет следовать, зачем. Вот процедура сама ясна. Как я говорю, ландшафт, контекст, процесс. Вот, таким образом, то есть это техники, которые вы включили для работы с этой группой на основе тех вопросов, которые вы задали спонсорам и на основе своих знаний об этой группе и о результатах встречи. Возвращаясь опять к вопросам. Почему важно сохранять фокус на формате, а не на содержании? Еще когда вы нейтральны, как фасилитатор, когда вас содержание действительно не заботит, тогда группа вам больше доверяет. Она понимает, что вы не проталкиваете какие-то решения, что у вас нет таких людей в группе, к которым вы как-то более лояльно относитесь и их мнение больше учитываете. То есть ваша нейтральность это залог, на самом деле, доверия людей. То есть если вы лично вовлечены в эту дискуссию, если вам лично какое-то решение более важно принять, чем какое-то другое решение, ну, вы не нейтральны в этом случае, вы участник встречи, вам нужен какой-то другой фасилитатор. Или можете сказать, коллега, я вас фасилитирую 15 минут, а потом я включаюсь в диалог. Ну, это тоже честно. Что такое вовлеченность? Нейтральность. Вот мы поговорили на этом на примере цикла интервенции. в какой-то конфликт. То есть я наблюдаю, я с группой, моё внимание на людях, что-то происходит, и я просто группе пока, ну, говорю, ребят, смотрите, я вижу, что вот это происходит, а вы это видите, да, а что вы по этому поводу думаете, чувствуете, и главное, что вы с этим делать будете как группа. Я же, ну, как фасилитатор, я не буду здесь всё время. То есть вы опять, выучите людей осознанно общаться. Как развивать наблюдательность и любознательность? Ну, опять же, вот с помощью, может быть, вот этих моделей, когда вы начинаете видеть личные особенности участников, вы можете действительно проявлять любознательность, то есть наблюдательность вы развиваете, пытаетесь осознать, что с вами происходит, осознать, что это ваши реакции, есть реакции на ваши чувства и мысли, а может быть, не на ситуацию, которая сейчас здесь, и любознательность, ну, какой-то личный аспект, вот, ну, уловить в взаимодействии с участниками. То есть один вот человек сидит, например, в группе, вся группа как-то что-то дискутирует, там, на чём-то общается, а кто-то сидит так просто и смотрит в стенку. И реально, ну, мне очень любопытно, почему это так сейчас происходит. Он не в телефон смотрит, или она, не в окно, а просто смотрит. А потом раз так включился, и начал что-то говорить, а потом опять выключился. В эти моменты выкол, ну, вот реально, как автоматичность какая-то в этом. И вопрос, ну, конечно, тут корректности вот этой интервенции. Можно человека спросить, почему так происходит, особенно если вы внешний фасилитатор, и вы создаёте атмосферу безопасности, в которой люди могут высказывать своё мнение. Либо можете спросить после встречи, почему так происходит. Может, человек не спал там двое суток, и он реально пытается как-то справиться с этим шумным и ярким миром сейчас. Почему важно планировать, а не следовать плану? Потому что реальность будет ваш план проверять на прочность, и реальности, как бы, она больше, и она сильнее, чем ваш план, и людей на встрече больше, чем вас. Поэтому план важен, вы можете показать группе, что вы готовы её фасилитировать, но если будут какие-то отклонения, ничего страшного. Ну, то есть вы запланировали пять техник, провели две, каким-то результатом пришли, проанализируйте, как прийти в следующий раз к лучшим результатам. Двигайтесь по плану постепенных улучшений. Почему важно планировать, а не следовать плану? Ну, потому что вы можете попробовать следовать плану, но вопрос в том, что я, ну, по своему опыту могу сказать, что очень редко удаётся ему следовать. Если я начинаю, например, у меня есть какая-то техника, которую я предлагаю участнику. Скажем, ну, пусть будет техника round robin, и я вижу, что всё равно, или там с токеном, да, вы работаете, и всё равно, вот вы, у человека есть токен в руках, а другой человек начинает в этот момент говорить. И вы скажете, коллеги, ну, мы же договаривались. А кто договаривался? Я как фасилитатор просто предложила использовать токен. Согласились ли они на это? Были ли ground rules где-то? Ну, то есть, всё равно будут какие-то неожиданные события происходить. И если фасилитатор только озабочен следованием плана, но не смотрит на динамику группы, на энергию группы, ну, как-то с ними не взаимодействует, то это тоже очень механистичная работа, и группа, ну, как, не будет в неё вовлекаться. Они не будут чувствовать себя важными на этой встрече. Ну, то есть, они не будут с вами взаимодействовать, не будут с вами как-то, ну, что ли, открываться. Поэтому, если вы так, у нас, коллеги, у нас, значит, есть планы, мы должны сфокусироваться на плане. Вы помните, наверное, эту ценность в аджайле, то, что люди и взаимодействие между людьми важнее, чем процессы и инструменты. Это действительно так. То есть, инструменты вы должны знать, техники вы должны знать, владеть инструментами фасилитатора. Но если люди говорят, знаешь, слушай, можно мы просто сейчас поговорим? Не надо техник, мы хотим пообщаться вот насчёт этого. Ну, окей, ничего страшного. Прекрасное желание, то есть, они сами его изъявили как группа. Для них, как для группы, это важнее. Так. Чем отличается аджайл фасилитация от фасилитации? Тому, что вы следуете аджайл принципам, аджайл ценностям. Вы учитываете их в своей фасилитации. Но тут сразу начинается такой некоторый конфликт. Мы же говорим, что фасилитатор, он нейтральный. И прикол в том, что тут заложен уже конфликт, как и в роли скромастера, который является тоже фасилитатором. То, что вы, с одной стороны, защитник аджайл ценностей, аджайл принципов, и базируете на них фасилитацию, и вы уже в этом не нейтральны. Что с этим делать? Ну, как сказать, дело ваше. Могу предложить группе это явным образом проговорить, если вы скромастер. Скажите, коллеги, значит, ну, я аджайл фасилитатор, как скромастер, и, значит, я не могу быть точно нейтральным. Я все равно вас буду возвращать каким-то, например, принципам аджайла. То, что вот вы сейчас, может быть, начинаете что-то обсуждать, что на самом деле не принесет ценности клиенту. Ну, мне так кажется, что это обсуждение просто ради того, чтобы вы технически друг с другом выяснили, кто из вас круче. Ну, вот по тому, как мы можем... Мы же можем сделать это функциональность и таким способом, и таким. Она будет цена заказчику. Тогда зачем мы тратим 15 минут на вот это обсуждение? Вот. И в этом вы уже не будете нейтральны. Как фасилитировать конфликты в группе? Вот я рассказала на примере вот этого вот цикла интервенций. То есть вы действительно не говорите, Паша, ты ведешь себя сейчас там, да, непрофессионально, ты как с твоим опытом, и человек такого логического склада МА может быть так эмоционален в данном контексте. Нет, это вообще, это фразы... Ну, это словесная эквилибристика, эквилибристика, манипуляции какие-то лингвистические, которые очень легко делать, и люди даже их, если не понимают, они их чувствуют и потом вспомнят. Если вы не открыты с группой, если вы не уважаете группу, то и группа вам это вернет. Так, далее, значит. Как сохранять ресурсное состояние, интерес во время фасилитации, командной встречи? Вам вообще должно нравиться фасилитировать, и нравится вот эта вот вовлеченная нейтральность. То есть тогда у вас будет ресурсное состояние, потому что ваши ценности будут здесь как-то проявляться. Особенно, смотрите, если вы любите вот изменения, если в ваших ценностях есть открытость, если в ваших ценностях есть разнообразие, то тогда вы мнения разнородные будете приветствовать на встрече. То есть если ваши внутренние ценности совпадают с теми ценностями, которые есть в фасилитации, или в аджайле, то вам будет это легко делать. У вас всегда будет ресурс, потому что вы опираетесь на свои ценности. А если вам больше нравится безопасность, стабильность, ну как-то вы не готовы, искренность не является, например, скажем, вашей ценностью, и в целом вы бы больше следовали, как это, ну больше вот опор на инструменты делали какие-то, может быть, больше упор на процесс, но в плане, что он будет стабильный процесс, на план, то может быть тогда фасилитация, ну я не знаю, может быть, зависит от группы тоже сложно говорить, может быть, группа так же будет, если у вас с группой будут эти ценности совпадать. Тоже, ну вопрос с ценностями это такой, как это разговор на несколько часов может быть. А интерес, мне интересна группа сама, то есть я пытаюсь понять ее как группу, как не просто набор людей, а в чем, допустим, эта группа может быть хороша, а в чем у этой группы могут быть сложности, с одной стороны. С другой стороны, мне интересен каждый из участников, опять же, то есть я наблюдаю их какие-то особенности. И еще у меня есть в голове цель встречи, то есть для чего мы здесь все собрались. Ну и то есть как бы мой мозг занят анализом вот этих вот трех, минимум вот этих вот трех контекстов. Ну я от этого интерес получаю тоже. Но я получаю еще интерес и удовольствие от абстрактного мышления. То есть найдите что-то, что вам нравится на этой встрече, а не так, что, блин, ну сейчас, короче, надо час этот как-то отсидеть, продержаться и разойтись. У нас шесть минут, кстати, уже, да, вебинаром лишнее мы время задействовали. Я еще вас минуты четыре, наверное, продержу. Что такое групповая динамика и зачем вам про нее знать, я рассказала. Есть различные модели групповой динамики, зачем вам про нее знать, для того, чтобы подобрать соответствующие техники и как-то больше быть подготовленным к этой встрече. Но опять же, вы не можете на сто процентов подготовиться. Ну то есть мир в какой-то степени непредсказуем. Значит, что дальше? Дальше можете посмотреть вебинары и вот с описанием техник. Вот в этом вебинаре много. Вебинар How to facilitate meetings, scrum events and group discussions. Он на английском, но здесь есть более подробное описание техник, которое я говорила, их много, и там техники описываются, типа как еще, когда эта техника рекомендуется делать, а когда не рекомендуется. Ну типа do and not do. Да, в таких моментах тоже техники. Какие-то примеры там еще есть на технике. Есть еще большой обзорный вебинар на большую серию вебинаров по фасилитации. Чтобы не смотреть каждый из вебинаров по фасилитации, их у меня очень много, можно посмотреть обзорный и сфокусироваться, ну то есть из обзорного вебинара понять, какой из вебинаров по фасилитации вам нужно посмотреть. Ну в целом, если технично вам надо, то этот первый вебинар. Потом дальше пошли уже такие детальные вебинары, встречи по работе, фасилитация, встречи по работе с требованиями. Там есть мои выступления на конференции, по-моему, Вот здесь будет выступление. Фасилитация проектных совещаний. Тут, по-моему, тоже будет выступление. Статья на тему причины микроменеджмента на проекте. Там я обсуждаю этот радар эмпатии, про который там видеть, слышать, думать, делать. В статье более подробно про него рассказано. Про мотивацию тоже есть статья. Есть презентаж, как на технике мотивационной для себя и для команды. Очень советую его для того, чтобы практиковать осознанность и самоконтроль, и осознавать свои какие-то различные паттерны. Эннеограмма «Осознанность в действии» Роберта Теллан и Марио Сикори. Я сейчас читаю эту книгу. И вообще, откуда у меня сейчас интерес к эннеограмме? Я так случайно на эта книжка попалась. Это ненаучное. Это псевдонаучное течение с этой эннеограммой. Это духовная какая-то больше такая концепция. Но она любопытна своей динамичностью. И мне она нравится. Когда модель динамична, они просто вам как в силу парадигмы рассказывают, что эта команда красненькая, поэтому они там не аджайл, и мы не можем с ними работать. Это вообще какой-то подход очень странный, так группировать людей. Тут есть динамика. Если вам нужен более научный подход к работе с группой и к видению различных паттернов, которые проявляются в группе, то это спиральная динамика. Это 40 лет исследования Клэра Грейпса. И потом книга, написанная его учениками, которая называется «Спиральная динамика». С очень многими примерами. Она очень практична, потому что Клэр Грейпс работал с бизнесами, работал с корпорациями, и она применима для нашей среды напрямую. Там есть примеры, как, например, ведет себя менеджер такого типа, синенького типа, а как ведет себя менеджер красненького типа. Что с этим делать? Как мастер спирали, ну, по сути, коуч, может переводить людей из одной парадигмы мышления или бытия в другую парадигму. Опять же, если это людям необходимы, или если вы считаете, что это необходимо. Так, далее есть у нас тренинги. В общем-то, тренинг, который будет проходить в Киеве по фасилитации 30.06.01.07, это уже очень скоро, это в конце июня. Он, если вы не из Люксофта, то вам нужна вот эта ссылка для регистрации. Если вы из Люксофта, для Люксофт сотрудников он бесплатен. Хорошие новости. Вы можете вот здесь зарегистрироваться. Единственное, насколько я знаю, НТЧАр-систему куда-то... Мне кажется, что переносили в какую-то другую систему, то есть можете запросить своего менеджера информацию о том, где вы можете зарегистрироваться на тренинге. Потому что все равно ваш менеджер должен заипрувить вам этот тренинг. Поэтому он, скорее всего, должен знать, где сейчас этот тренинг. Была вот такая вот ссылка по регистрации. Скорее всего, я надеюсь, что она осталась, что какие-то редиректы сделали с прошлой системы. Приглашаю вас также на митап по фасилитации. Ну, это такая... Я проводила уже один митап экспериментариум. Это не обучающий формат. Я там никого не учу, но мы исследуем... Вот мы будем исследовать конфликты. А до этого мы на митапе исследовали, как мы можем самоорганизоваться как группа, чтобы сами себя зафасилитировать. Там было очень любопытно, как лидерство и самоорганизация возникает в группе. Ну, то есть если вам интересны такие более сложные вещи, вы уже практикующий фасилитатор, то добро пожаловать на митап. Если вы начинающий или использующий методы фасилитации, но хотите структурировать знания, добро пожаловать на тренинг. Тренинг платный для несотрудников, для сотрудников бесплатный, метап бесплатный для всех. Там еще нет описания, но я скоро его добавлю. Вебинары будут мои на английском про всем качество agile team member, как я себе это представляю, какими качествами должен обладать участник agile команды, чтобы успешно работать в agile проектах. И что такое коучинг, чем коучинг не является, что такое agile коучинг. Я прошла сертификацию по профессиональному коучингу и по agile коучингу. И я хочу на эту тему, ну как бы я выступала с этим докладом на IT Spring в Минске в этом году и сделала вебинар, чтобы показать, что agile коучинг, он удивительно, но он намного шире профессионального коучинга. Вот казалось бы, что коучинг как вот с фасилитацией, что agile фасилитация, мне кажется, что уже, чем просто фасилитация, с agile коучингом наоборот. И интересная инициатива, в Люксофте стартовала инициатива Feedback Culture in Люксофт. Здесь описывается того, что бы и каким образом хотелось бы, чтобы и сотрудники Люксофта друг другу давали обратную связь. Мне она показалась интересной инициативой этой, и я общаюсь с коллегой, которая входит в число организаторов и число людей, которые продвигают инициативу в Люксофте. Вот поэтому разместилась эта линк. Тоже почитайте. Это доступная ссылка для сотрудников Люксофта. Это внутрикорпоративная инициатива. Так, все, коллеги, от меня все вопросы. Ну, я на все вопросы, которые были, я ответила. Если будут еще вопросы, пишите. Презентация, запись вебинара будет, скорее всего, на следующей неделе. Всем зарегистрированным участникам я ее разошлю. Спасибо большое за участие и прекрасных вам выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok